Новогодние путешествия по страницам истории Советского Союза. В Ивановском музее Камня в четверг открылась выставка «Старый добрый Новый год». Представлено несколько десятков тысяч экспонатов, новогодние открытки, елочные игрушки, печатные издания и прочие атрибуты зимнего праздника 20 века. Впервые публика увидела их два года назад. В преддверии 2016-го кураторы выставки решили видоизменить ее и уже в новом формате представить на суд зрителей. Здесь, например, новые подходы с той же самой коллекцией открыток. Если там у нас открытки были представлены годовики, то есть 1953, 1954, 1955, 1956 год, то здесь мы пошли по иному пути, мы здесь представлены открытки по темам. То есть тема позволяет более глубоко раскрыть саму суть открытки. Например, здесь открытки есть иностранные, есть до 1917 года, есть открытка, посвященная Олимпийскому медведю. На открытках дореволюционного периода четко прослеживается влияние Запада на культуру царской России. Здесь изображены четырехлистный клевер, подкова и даже мухомор. Все это пришло из европейских стран, как символы удачи и благополучия. На почтовых карточках середины 20 века – телевизор, холодильник, велосипед. То, о чем мечтал советский человек. А вот изображение улыбчивых хоккеистов. Эта серия открыток посвящена победе советской хоккейной команды в легендарном матче с канадцами в 1972 году. В таких когда-то сувенирных, а сейчас раритетных вещицах отражено все, чем жили люди того времени. Здесь мы видим телевизор в 1964 году выпуска. Он, конечно же, черно-белый. Он накрыт вот так вот в салфетке, потому что бабушки постоянно боялись, что у них экран выцветит. Здесь мы помним, что в основном квартиры были небольшие, либо коммунальные. За этим столом мог сидеть дедушка, который любил слушать свои поступки на патихоне. В это же время девочка или мальчик могли разучить новогоднюю песенку, а мама готовила новогодний стол. Особого внимания заслуживает внушительная коллекция елочных игрушек. Их история начинается в 30-е годы. Тогда по европейской моде украшения делали из ваты, мишуры и проволоки. Самые старые – вот эта пара – клоун и девочка с муфтой. В 50-е годы игрушки стали выдувать из стекла. Появились большие цветные шары и вот такие фонарики с выемкой. В период оттепели елочные украшения приобрели политизированный характер. Здесь у нас представлен так называемый хрущевский уголок, где мы видим атрибут с того времени этой кукурузы, сосульки, как оттепель, как раз кукурузу тогда начали выпускать, и сосульки тоже, и вот эти самые часы, которые показывают с 5.12 по фильму «Карнавальная ночь», и домики, то есть тогда было два момента – это решение жилищной проблемы, когда стали строить массово панельные дома, и в то же время отбирали присоединенные участки. Также в экспозиции целый стеллаж с фигурками Дяда Мороза. Самый раритетный датирует 1947 годом, что примечательно, сделан он на Ивановской фабрике «Заря». Погрузиться в новогоднюю сказку ивановцы смогут уже 11 декабря, а закончится выставка в феврале. Но у организаторов уже сейчас есть идеи на следующий год. Одной из них они поделились с нами. В 2017-м жителей и гостей города ждет минералогическая елка. Полина Понасицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново. Денис Денисов, РТВ Иваново. Продолжение следует... Продолжение следует...